Накануне 9 мая глава региона Игорь Кошин посетил Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Сегодня в стационаре живут 88 жителей региона. Для своих подопечных – учреждение социального обслуживания дом. А значит, в нем должно быть уютно, комфортно и безопасно. Такие условия им и создают заботливые сотрудники интерната. В прошлом году своими силами в здании провели косметический ремонт. В комнатах и коридорах светло и чисто. По словам Александра Степанова, руководителя дома-интерната, впереди предстоит еще один ремонт. По требованию распотребнадзора большие комнаты надо делить перегородками. В помещении должны проживать максимум три человека. Есть у руководства и планы по обновлению столовой. Помимо косметического ремонта стен, в трапезном помещении появится зона самообслуживания. Некоторое самообслуживание, так как мы букеты нашим хорошо ходячим не можем предоставить в комнатах, значит будет такое место под самообслуживанием, чтобы они могли сами что-нибудь такое приготовить. Тогда это все старое, это будет заменено. По словам Александра Степанова, никаких проблем с питанием, а главное с его качеством в учреждении нет. Напомню, с прошлого года еду в Пустозерский дом-интернат доставляет компания Медфуд. Если раньше местные повара готовили пусть и вкусную, но далеко не диетическую пищу, то сейчас меню составлено с учетом всех требований и рекомендаций Минздрава. Особое внимание в учреждении уделяется пожарной безопасности. Ежегодно летом проводятся тренировки с эвакуацией и выносом лежачих людей. Внутри здания работает система видеонаблюдения. Она позволяет работникам дома-интерната просматривать все уголки, кроме жилых комнат. Эта система позволяет персонализировать человека на улице в радиусе 50 метров. То есть, если человек у нас выходит на улицу, мой человек раз, он пошел. Это маячки или браслеты какие-то? Нет, он либо нацепляется на ремешочек, либо в тормозе, можно на шнурочек вешать. Это для того, чтобы они у нас, как только они уходят за периметр, сразу сработали. Благодаря эффективному управлению, руководству учреждения еще в прошлом году удалось снизить расходы на электроснабжение. Во всем здании заменили люминесцентные лампы на светодиодные. Мы за прошлый год сэкономили порядка 680 тысяч рублей. Как она лезет? Только на энергоэффективность. То есть, мы по лампам срезали практически на 30% расход электроэнергии. Наряду с экономией средств, несомненный плюс светодиодных ламп и в том, что они не требуют специальной утилизации. Заменить старые лампы на современные необходимо во всех учреждениях, отметил Игорь Кошин. По итогам осмотра дома-интерната губернатор округа поручил профильным заместителям предусмотреть в текущем году дополнительное финансирование учреждения. По словам Александра Степанова, средства необходимы, чтобы завершить комплекс мероприятий по обустройству доступной среды. Напомню, в учреждении сегодня проживают 88 человек, в том числе лежачие подопечные и инвалиды-колясочники.